Добрый день, Алифлейн! Здравствуйте, ребята! Я вас очень рада видеть! Каждый день на приёме я задаю детям вопросы. Расскажите мне, что вы сегодня завтракали утром? Виктория, расскажешь? Я сегодня завтракала малую кашу и запивала чаем. Умница! Млад ты! Я сегодня ею кашляную кашу. Молодцы! Идеальные дети! Я сегодня кушала творог с фруктами и запила чаем. Александр! Обычно я ем кашу с изюмом, с ягодами, с фруктами, а сегодня я ел омлет с ветчиной. Молодцы! А расскажите мне, сейчас наступили школьные каникулы, но в течение года родители, наверное, вам давали что-то с собой на завтрак или не давали. И чем заменяли это? Расскажите мне, Виктория, тебе что дают обычно на завтрак с собой? Путерброды. Путерброды. Млад, а тебе? Мне раньше давали путерброды. Так. Мне дают фрукты, овощи и орешки. Так. Александра, а тебе? Мне обычно ничего не дают. Я сам беру деньги в школу и что-нибудь покупаю себе в школьном буфете. Хорошо. А это что? Это какая-нибудь булочка, пицца и сладкая вода. Отлично. Так. Я думаю, что вам пора отправиться погулять, а мне есть о чем поговорить с родителями. Ну что? Я сегодня хочу с вами поговорить о самом дорогом и самом главном, что есть у нас. Это наши дети. И каждая мама в ожидании чуда рождения ребенка представляет. Она хочет, чтобы ее ребенок был великим шахматистом, компьютерным гением, виртуозным музыкантом. Ну и каждая вторая мама хочет, чтобы ее ребенок был спортивным. И по подсчетам, оказывается, большинство мам мечтают, чтобы ее ребенок стал фигуристом. И я хочу сказать вам, что все вот эти потенциалы, все они заложены в каждого ребенка. Но, к сожалению, не каждый ребенок их развивает. Да? Так в чем же причина? Что влияет на развитие ребенка? Посмотрите, родители создают условия, врачи дают рекомендации, педагоги обучают. Но что-то бывает не так, что-то не складывается. Одна из очень важных составляющих – это питание. Правильное питание помогает гармоничному развитию ребенка, развитию его организма. И если ребенок испытывает дефицит каких-либо питательных веществ, это все сказывается на функционировании его органов, систем, и в первую очередь страдает иммунная система. Ребенок начинает часто болеть. Часто простудные заболевания приводят к тому, что мама уже не думает о том, какого педагога пригласить ребенка, какому учителю отвезти, и в какую развивающую студию его отправить. Мама думает о том, какому доктору отвезти ребенка, и какое новое чудодейственное средство дать ребенку, чтобы он не болел. Все это сказывается на плохой успеваемости в школе, потому что пропущенный материал сложно самостоятельно осилить. А в будущем это приводит все к низкому уровню в жизни. Вот я предлагаю вам, что нужно сделать? Выбрать вариант. Приготовить новое блюдо, но бесполезно. Скорее всего, его постигнет та же самая участь. Можно сделать смешное фото. А вообще очень важно, что питание и воспитание – это однокоренные слова. И воспитывать надо детей с первой ложки прикорма. Надо учить есть правильную, здоровую пищу и правильно ее принимать. Да, очень важно начать в первую очередь с себя, потому что мы, родители, хотим того или не хотим, являемся примером для своих детей. И нас они копируют. А начать с себя и начать с ребенка очень просто. У детей действуют такие же законы пирамиды, как и у нас взрослых. Основу рациона должны составлять злаки. Следующая ступень – это овощи и фрукты, которых должно быть достаточно количества в рационе ребенка. Следующий уровень – это белковые продукты, мясо, молочные продукты. И только вершину пирамиды занимают сладости и жиры. А теперь посмотрим, как вот эти продукты все распределены в течение дня. Посмотрите, 65% суточной калорийности должно приходиться на первую половину дня. Это те калории, которые обеспечивают активность детского организма. И только 35 калорий должно приходиться на вторую половину дня. Посмотрите, 25% – это завтрак. Как часто наши дети, особенно школьники или студенты, да и мы, завтракаем утром? Я думаю, что не часто. И чем взрослее становится ребенок, тем чаще он отказывается. Я не хочу. А именно это та энергия, которая идет на обучение. Когда ребенок учится, головной мозг интенсивно работает, он должен получать питательные вещества, чтобы лучше осваивать программу. И как не банально, но на завтрак у ребенка должна быть каша, как у наших ребят, которые мне хором сегодня сказали, что они ели кашу. Действительно, лучше каша нет продукта на завтрак. Это те длинные углеводы, которые постепенно расщепляются в кишечнике ребенка, постепенно поступают в кровь и обеспечивая его организм питательными веществами до обеда. Хлопья, которых сегодня достаточно много на нашем рынке, не могут удовлетворить потребности ребенка. Технологическая переработка хлопьев такова, что углеводы разрушаются и становятся короткими. И завтрак хлопьями можно сравнить с завтраком, когда ребенок поставит перед собой сахарницу и поест просто сахар ложками. Большое количество сахара сразу будет резко в крови поднимется. Это будет стимулировать выброс инсулина. Этот сахар резко утилизируется, причем он пойдет не на нужды организма, не на запоминание информации, а просто утилизируется в жир, и ребенок будет чувствовать себя голодным. Он не сможет усваивать материал. Дальше обед. Посмотрите, на обед идет 40%. Обед должен состоять из овощного салата, свежие овощи, заправленные растительным маслом. Первое блюдо, и это не пережитки прошлого, первое блюдо способствует выработке пищеварительных соков, пищеварительных ферментов, и то мясо, которое будет у ребенка на обед, оно будет лучше перевариваться и лучше усваиваться. Да, и обязательно мясо с гарниром. Наполдник. Это, как правило, творожное блюдо с фруктами обязательно, и здесь можно дополнить какими-то сладостями. И на ужин это мясное рыбное блюдо с овощами. Вот мы теперь понимаем, как ребенок должен есть в течение дня. А теперь сформулируем с вами основные правила здорового питания наших детей. Правило первое. В рацион ребенка должны быть включены все группы продуктов, которые представлены в нашей пирамиде. Один продукт никогда не сможет заменить другой. У меня был несколько месяцев назад на приеме ребенок, и родители пришли с жалобой, что ребенок трех с половиной лет быстро устает, утомляется, мало играет, бледный какой-то. Когда мы стали выяснять рацион ребенка, оказалось, что в течение трех месяцев ребенок отказывается от еды, вообще от любой, и пьет только йогурт. Но это очень удобно. Вроде он побегал, попрыгал, ему дали бутылочку детского йогурта. В йогурте написано, что содержатся и витамины, и белок животных, да, и какие-то там некоторые йогурты пищевыми волокнами обогащены. Ребенок выпивает бутылочку, бегает дальше, опять проголодался, опять бутылку йогурта выпил. И так было в течение трех месяцев. Когда мы стали обследовать это ребенка, выяснилось, что у него глубокий дефицит, в первую очередь железа. Железо не усваивается с молочными продуктами. И у этого ребенка оказалась анемия третьей степени. Да, исследуя остальные показатели крови, мы выяснили дефицит по белкам, по жирам, и выяснили дефицит по другим группам витаминов. Это говорит о том, что очень важно, чтобы в рационе ребенка были представлены все продукты ежедневно. Прием пищи 4-6 раз в сутки. Три основных приема и три перекуса. Три основных – это завтрак, обед и лужи. И два-три перекуса. Это может быть второй завтрак, фруктовый, овощной. Это может быть полдень, который тоже обязательно дополнен фруктами. И на ночь допускается стакан кисломолочного напитка. Ну, как правило, это кефир за 30 минут до сна. Да, вот такое поступление продуктов в организм. Способствует тому, что питательные вещества усваиваются, и они идут на нужды организма, на рост и развитие. Организм не испытывает стресс. Если он испытывает стресс в виде голода, он начинает, он запоминает, во-первых, это. Он откладывает те питательные вещества, которые он получил, про запас, потому что организм знает, что может наступить еще такой стресс. И все это идет не на пользу. Поэтому питательные вещества всех групп продуктов должны быть постепенно распределены в течение дня. Скажите «нет» полуфабрикатам. Да, это продукты, которые не содержат в своем составе полноценного животного белка. Это продукты, которые содержат в своем составе много жира, более 30%, хотя глазом мы его не видим. Поскольку там такой измененный состав, нужно же сделать их вкусными, туда добавляют искусственные красители, искусственные ароматизаторы, усилители вкуса. Все то, что плохо влияет на детский организм. И очень важно, чтобы количество овощей и фруктов в рационе ребенка было в достаточном количестве. Что такое достаточное количество овощей? Это 400 грамм в день, две порции на обед и на ужин. Если ребенок ел порцию картофеля, то обязательно вечером у него должны быть другие овощи в рационе. 300 грамм фруктов. Что такое 300 грамм фруктов? Стандартное яблоко весит 200 грамм. Очищаем кожуру, убираем сердцевину, и у нас получается 150 грамм. Значит, два яблока, минимум два яблока в день ребенок должен съедать. Это второй завтрак, это полдник. Если это не яблоки, то яблоко и груши, яблоко и банан, яблоки и ягоды. Все овощи и фрукты по сезону обязательно должны использоваться ежедневно. И скажите нет сладкому. Ограничивайте сладкое у детей. Посмотрите, сладкое должно быть не более 3% от тех суточных продуктов, которые ест ребенок в течение дня. А что происходит на деле? Мы провели исследование, оказалось, что сладости составляют 25% от всех продуктов, которые ребенок получает за день. Сладостями не нужно заменять ни завтрак, ни обед, ни ужин, ни полдник. Сладости могут идти в дополнение, в дополнение к обеду, к полднику. И сладости должно быть всего не более 50 грамм в сутки. Одна чайная ложка сахара – 5 грамм. Значит, если ребенок пьет чай с сахаром, минус уже 20 грамм сладостей, остается 30 грамм. Это та порция, которую он может получить на полдник в дополнение. И сладости должны быть правильные. И это очень важно. Мармелад, натуральный мармелад, который содержит в своем составе пектин. Пастила также с пектином. Какая-то домашняя выпечка. Сухофрукты – это все правильные сладости, которые можно использовать в рационе у ребенка. Варенье, мед. А вот очень часто мы тоже спрашиваем детей на приеме. Сладкая газированная вода – это питье или еда? И 99% детей говорят питье. Никто даже не задумывается о том, что это еда. Вот сейчас наступает лето, и когда дети хотят пить, как правило, они просят, и им покупают родители именно сладкую воду. Посмотрите, какое количество сахара. 200 мл сладкой газированной воды содержит 10 кусков сахара. Мы никогда не кладем себе в чашку с чаем 10 кусков сахара. Ни в компот не положим, никуда. То же самое содержит в содержании и в соках промышленного производства. А обычно 200 мл не ограничивается. Поэтому очень важно, если ребенок хочет пить, предлагать ему воду, простую воду, или компоты домашнего приготовления, где мы можем с вами регулировать количество сахара. Избыток поступления сахара очень плохо влияет на поджелудочную железу. Идет, она активно начинает работать, она вырабатывает инсулин для того, чтобы все это количество сахара куда-то деть, чтобы это утилизировать. И в летний период, когда дети употребляют большое количество сладкой воды, идет очень много некрозов поджелудочной железы. Это очень печально. И для того, чтобы наши правильные продукты правильно усваивались, нам необходимо их правильно готовить. Нет жарения, нет фаффритюри приготовления, нет панировки. Когда мы используем такие методы приготовления, пища пропитывается маслом, она становится более жирная. Обычно мы заправляем ее майонезом, сметаной, можем сыром посыпать. Это тоже очень жирно. Мы увеличиваем калорийность и разрушаем питательные вещества при таком способе приготовления. Используйте правильные способы приготовления. Приготовление на пару, запекание, тушение, гриль. И скажите нет компьютеру, телевизору или чтению книги за едой. Когда мы и наши дети едим и чем-то увлечены информация в головной мозг о том, что произошло насыщение, что организму достателно питательных веществ, она просто не поступает. И очень важно, чтобы один раз в день прием пищи сопровождался вместе с семьей, в кругу семьи. Это то время, как за ужином можно собраться всем вместе, обсудить прошедший день, рассказать о своих каких-то трудностях или успехах, выслушать ребенка, дать ему мудрый совет и стать примером ему тому, того, что вы сами едите. Это очень важно. И вот вы знаете, мы провели исследование, оказалось, что всего 12% детей следуют правилам здорового питания. И это печально, это неправильно. И мы провели исследование, раз дети неправильно кушают, значит, скорее всего, у них есть дефицит витаминов. И выяснилось, что по всей России в зависимости от региона дети испытывают 70-100% дефицита витамина С, у 40-60% детей дефицит витамина А, у 40-80% детей дефицит витамина В, 10-30% недостаток железа, повсеместный недостаток йода и 40-80% недостаток омега-3 жирных кислот. А витамины это те вещества, которые не синтезируются в нашем организме. И они должны поступать ежедневно с пищей в достаточном количестве. И нет в организме функции, которые бы не контролировали витамины. Это и иммунный ответ, и функционирование сердечно-сосудистой системы, и обновление клеток, и функционирование нервной системы, органов кроветворения, рост развития ребенка. Все это контролируют витамины. А омега-3 жирные кислоты очень мощно влияют на три основных параметра. Это развитие нервной системы, головного мозга, нервных волокон. Это развитие сетчатки глаза и развитие иммунной системы. Когда ребенок находится у мамы внутриутробно, он получает достаточное количество омега-3 жирных кислот. Когда он рождается, мама кормит его грудью, и он получает то необходимое количество омега-3 жирных кислот с грудным молоком. Если у мамы нет возможности кормить ребенка грудью, на сегодняшний день производители детских смесей уделяют очень большое внимание к содержанию полиненасыщенных жирных кислот в смесях. Но заканчивается период грудного вскармливания, заканчивается период смеси, а в чем дальше остаются омега-3 жирные кислоты? Рыба не часто бывает в рационе у ребенка. Растительное масло достаточное количество омега-3 жирных кислот в льняном масле. Я думаю, что оно не на каждом столе присутствует. В тыквенных семечках, но это тоже не тот продукт, который обычно присутствует в рационе у ребенка. И поэтому дети начинают испытывать дефицит омега-3 жирных кислот. Свято место пусто не бывает. В организме начинают свои жирные кислоты синтезироваться, свои кирпичики, но это влияет на зрительный анализатор, снижается острота зрения у детей, влияет на нервную систему. Дети хуже запоминают материал, дети хуже обучаются и проведены исследования во всем мире и они показывают, что IQ у таких детей достоверно ниже и эти дети часто болеют. Но а витамины мы получаем с вами конечно в основном из овощей и фруктов и вот тоже такая не очень утешительная информация за последние годы резко снизилось количество витаминов и минералов в овощах и фруктах. Тот апельсин и то яблоко, которое было на столе в 70-х годах, оно резко отличается от того яблока, которое сегодня едим мы. Посмотрите, в яблоках и апельсинах фосфор минус 30%, железо снизилось на 37-75% и на 40-89% снизились витамины А и С. В бананах такая же тенденция идет. Магний минус 25%, кальций, фосфор на 23-25% снизился и железо с витамином А на 55-57%. И эта тенденция, она продолжает расти, продолжает снижаться. А нам очень важно, чтобы детям ежедневно поступало достаточное количество витаминов. Потому что жизнь сегодняшнего школьника, она очень напряженная. когда ребенок 10-20 лет шел назад в школу, поступал, от него не требовали, чтобы он не только знал алфавит, но умел еще и читать, и писать, а в некоторых школах требует, чтобы у ребенка были элементарные знания английского языка. я недавно разговаривала со своей дочкой, и как-то я обычно контролирую школьную программу, а тут упустила из виду. И мы с ней разговаривали про синонимы, антонимы, я ей пыталась объяснить, она учится во втором классе. Она мне говорит, мама, мы это прошли в конце первого класса. Я говорю, как? Когда я, например, великолепно помню, как в четвертом классе педагог нам объяснял все эти понятия. Да, усилилась школьная программа, усилилась интенсивность школьной программы. И, конечно, те ежедневные стрессы, которые испытывает ребенок в виде экзаменов, контрольных, ЭГЭ, это говорит о том, что его организм работает повышенно. И он требует достаточного поступления ежедневно витаминов, микроэлементов и омега-3 жирных кислот. Да, и поэтому встает, вот учитывая то, что дети растут, учитывая то, что они интенсивно развиваются, и количество витаминов и микроэлементов в сегодняшних овощах и фруктов снижается, встает вопрос о том, чтобы обогащать рацион детей витаминами. Как это можно делать? Можно делать промышленным способом, когда обогащаются какими-то отдельными витаминами продукты питания. Но необходимо помнить, что при термической обработке витамины разрушаются. Или индивидуально подбирать поливитаминные комплексы для детей. Когда мы подбираем детям витамины, микроэлементы, необходимо помнить, что для ежедневного профилактического использования необходимо, чтобы в витаминах содержалось только 50% от суточной дозировки витаминов. Остальное ребенок должен получать с продуктами питания. И эти витамины должны содержать максимальное количество витаминов и микроэлементов в одной таблетке. Мы платим деньги и хотим, чтобы максимально полностью наш ребенок был защищен. Чтобы он содержал за эту цену не два витамина и два микроэлемента, как бывает в некоторых производителях, а полностью весь спектр. Вот витамины Wellness это те витамины, которые разработаны в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения. Это те витамины, которые производятся только из натуральных ингредиентов из экологически безопасных областей. Омега-3 жирные кислоты имеют запатентованный уникальный процесс очистки. Обычно на своих лекциях я люблю рассказывать ступени этого процесса очистки. И они приготовлены в соответствии со стандартами Джимпи. Мы делали... Вот когда эти витамины попали мне в руки, мне хотелось понять, в чем же их такая уникальность, в чем отличие от тех... от того большого количества витаминов, которые есть сегодня в аптеках. И мы взяли витамины наиболее употребляемые часто и назначаемые врачами. И выяснилось, что витамины wellness это лидеры. Лидеры во всем. В них 13 витаминов и 8 микроэлементов. Чемпион. Равных ему нет. это те витамины, которые вообще не содержат в своем составе красителей. И важно, что в них нет искусственных ароматизаторов. Эти витамины не содержат в своем составе желатин и крахмал те компоненты, которые используют при изготовлении синтетических витаминов. И витамины wellness китс и омега-3 жирные кислоты они действительно помогают детям гармонично развиваться, быть здоровыми и идти в ногу со временем. Ну так что влияет на развитие детей? Родители, которые создают условия, которые являются примером, педагоги, врачи, здоровое питание и, конечно, витамины. А мне еще хочется в заключении сказать, что английский педиатр в 17 веке еще говорил, что здоровое питание еще важнее, чем одежда. Пусть наши дети растут здоровыми. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ